Пять, птичий город, четыре, три, ленинградская версия без мотов, два, усы, борода, один, поехали! Лакшери! Главный хэштег этого выпуска, потому что мы находимся в городе, который в 2012 году по версии одного крупного журнала занял второе место в рейтинге лучших городов России. Вы уже поняли, что мы в успешном и блистательном Подольске. Одно дело сухие рейтинги, другое живые люди. Кто нам расскажет про этот город лучше, чем те, кто связан с ним душой? Честно сказать, живу я в Москве, играем здесь. Ну, я скажу, как бы тихий город. Ну и мы приехали, так, в чем-то 14 лет, крутые в школе ходили, ну, что-то слово за словом. Довольно дружелюбный. Получилась драка в одну калитку, три удара и в нокаут. Ты положил? Ну да. Пару раз гулял нормально, то есть ничего такого страшного я здесь не видел. Сцепились, тоже там немного ударов, но он состоял в какой-то группировке, фанатской. Свинтили со школы, рассказывали человек 20-25, наверное, пришли к школе уже разбираться со мной одним. Я же сказал, шикарный город, очень много зелени, то есть дружелюбный город. Был еще один момент. Поднимаемся в гору, за нами просто топот и орут. Стоять! Я так голову поворачиваю. Понимаю, что они нам кричат. Там топот, ну, не знаю, человек 15 бежал за нами. Какой стоять? Мы как далее, а справа лес, мы в лес. Я бежал, я, наверное, так на сборах никогда в жизни не бегал. Ну да, в принципе, да, ноги спасли жопу. Население около 300 тысяч. Рядом Москва. От МКАДа до Подольска ближе, чем до Кремля. Город живет промышленностью, наукой и, как оказалось, IT-технологиями. В Подольске, как и в Питере, тоже есть здание компании «Зингер». Только его сжатая МП3-версия. Вы уже поняли, что там в куполе? Ребята, центральная улица, здание «Зингера». Ну, конечно, там миниатюрный офис ВКонтакте. Вообще абсолютно разные города, и каждый город хорош своей архитектурой, своей душой. Ну, вообще разные города. Нельзя как бы вместе сравнивать. Подольск не похож на Петербург. Торговый центр галереи. Пройдем дальше 50 метров. И вот уже историческая застройка. Ну, чем вам не Лиговка? Ну, это, конечно, знаю. Алексей Семенов. Я тоже не сомневаюсь в этом. Алексей Семенов. Ну, он-то почему бы здесь? Ну, хоккей, ну что? Не, ну, блин, ну что вы? Всю команду вы тут сделали? Я смотрел. Блин, как же его звать-то? Щукин? Извини, как получится? Можно просто его. Ну, типа, сложнее задачка. Блин, вот этого не знаю. Преположение. Что-то у него интервью берут, значит, интересное. Фотографий много. Шелла Холмс, Николай Прохоркин. Искусство что-то? Да. Старые вот эти вот обои, фотографии. ДК особенно в каком-нибудь висят. Николай Холмс. Это из Лесоповала группы. А-а-а. Бегут вагончики, а вы пацанчики. Ха-ха, я знаю даже. Она тут в Щапово нажила. Музил с ней? Не, это она постарше бы у меня была. Ха-ха-ха. Не помню, как ее зовут. Этот сериал не нравился мне. Поехали. В прошлом люди общались с дедовскими способами. В офлайне. В начале 19 века хозяином усадьбы был Петр Вяземский, который хорошо знал, что такое поэзия и хайп. Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Давыдов. В то время для Шарма-Шейха был добираться очень долго, поэтому цвет нации отдыхал на родной земле. Усадьба Остафьева – это подольская лакшери. Умные тетеньки рассказали нам, что Карамзин писал здесь историю государства российского. Да и вообще селебрити любили сюда заглянуть. Какой зал не возьми, везде просится наш хэштег. Ой, извините, это не отсюда. Кстати, вот раньше золотая молодежь воспитывалась по всем правилам. Не то, что сейчас. Андрей Иванович Вяземский отличался особой строгостью в воспитании своего сына. Чтобы научить плавать маленького Петра, он бросал его в пруд. А еще Петр Вяземский очень боялся темноты в детстве. И тогда его отец Андрей Иванович отправлял его гулять одного в ночную тенистую рощу. Овальный зал, центральное место усадьбы. Именно здесь Александр Сергеевич Пушкин скользил по паркету и читал строки еще не опубликованного Евгения Онегина. В таком месте поэзия сама просится на язык. Сейчас ленинградская, позитивная, версия без матов. Хоккейная пора. А чей очарованный. Приятно мне твоя. Победная краса. Люблю я пышная. Армейцев в ликовании, да. Ведь красно-синий. Лучшие цвета. Ну сериалы какие-то на НТВ, да, снимаются. Про ментов. Спецназа. Да, да. Восказка была из Сала. Не восказывай. Не знаю. Лишнее штрафное очко. Мы с вами не вспомним. Мы сами не знаем. А Батруха почему здесь? Я думал он из Казани, честно. У нас политическая программа. Видишь, ты узнаешь? Да, интересно, да, да. Фильм ему нравится? Да, очень. Обожаю этого актера вообще. Супер. Нашли его? Нет. Серьезно? Нашли его? Хобби, увлечение. Ну это, когда есть время, играю в шашках. Красавцы. А есть ли у вас какая-то идея, которую вы хотите реализовать? Идея. Она живучей и крайне заразна. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Ну, собственно, я и так занимаюсь ремонтом компьютеров, поэтому у меня не такие большие объемы, чтобы открыть бизнес. Лео Ди Каприо, когда получал Оскар, там у него нашелся вообще один, ну потолще, правда, мужик читал в интернете, да, это, я знаю. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Никто. Саня, замерз. Я сам уже задубил. Последний дубль снимаем и валим. Снимаешь? Саня, вставай. Вставай. Вставай, вставай. Вставай. Давай, пойдем уже на хоккей опаздываем. Поехали. Перед нами настоящий казак, а это значит, что мы на арене в Витязе, и настало время хоккея. Нормал? Да. Если они теперь есть, надо смотреть, как красиво. Вот так вот надеты все контролеры Витязь. Можно эмблемы потрогать? Потрогайте. Здесь дело в том, что здесь открытое пространство, видите, да? Да. И они просто замерзают, девочки. И нужно согревать. Чем должна обладать главная АСГО? Что у них должно быть? Какие таланты, там, еще что-то. Уметь кататься, подавать себя, заводить кумблику. То есть ты будешь показывать... Что? Шоу. Шоу на льдову. Мы распоставляем с тобой витяговое вратаря, наших гостей, команды СКАРСА, и ДРУГРА, и КОРСА, 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 и КОРСА. Прогноз можешь дальше? Что сегодня будет? Какой матч? Какая игра? Хорошенькая. Ну, я не знаю, кто увидит. Ну, скорее всего, пока. А у вас с казаками какие-то рамцы есть? Сотрудничаем, с ними дружим. Что такие пеликанцы? Я тебе сказал, что это кто приехал из области, то кто в сети не дает музыку. Допустим, а я делюсь, мы берем нас в сети. Что мы им ответим? Потому что все, ну, если так, как они считают, то есть не правильно, и так же все подходят по человечески, правильно, в порядке, в порядке. А то, что милиция тебя говорит, это я извини, конечно, но я не знаю, что они там говорят, если мы этим многом могут говорить. Я лично им не верю. Доска? Доска! 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 А у нас коллеги нет такого хоккей? И поэтому стараемся их уводить, чтобы они смотрели на таких крыльевиков, как Ковальчур. Страшни вы, давай, давай, собей, собей, собей! Страшни вы, давай, давай! Сейчас ходил, смотрел и выяснил, что вы чемпион по величине живота. Я думаю, здесь и больше. Ааа, вот он! Светогр, светогр. Мощь. У меня сегодня такая акция. Я вам покажу, как вы натрагиваете эмблему, видите? Можно я дотронуть? А оно не высохло. Высохло? Я повторюсь себе на счастье. Я передаю ей энергетику и удачу. Ты уверена, что у тебя все высохло? Нет, у меня все высохло. Да нет, это еще не мокро. Вам здесь хоккей хорошо видно, да? Да. Лучшие места, в принципе. В принципе, да. Три! Три! Че? На сколько брал? Че брал? Полгода. Эмблман сагал. Ну, давай. Не убежишь? Нет? Нет. Давай по центру. Я? Господин. Вот, 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 вот. А, как вы думаете, как выглядит Любава на самом деле? Какой у них цвет волос? Белый. А вот мы испалили тебя без маски. Белый. И все думают, что ты блондинка. Ну, че, какой уровень там? 79. 79? Ничего себе! Ты был главный герой на этом матче. Конечно. Как думаешь, кто круче, казаки или полицейские? Казаки. Ты подожла, пока они отойдут, да? Просто похож на моего друга. Так, вот такого флирта я еще давно не... Это был не флирт, это просто похож на моего друга. Я тоже так девочкам говорю. Нет, я могу показать реальную фотографию. Так, пока ты думаешь, я бы... Сейчас не грузится. Я же говорил, был флирт. Можешь описать модную жизнь подочеку? Глубную модную жизнь? Нет, последний клуб закрыли здесь вот месяц назад. Поздравляю тебя! Сработик срез. Да. Что за Витя, которого все зовут? Не знаю. Ну, сейчас все кричат. Витя, Витя, Витя. Это кто? Не знаю, я в четвертый раз смотрю. И поехали! Раз, два, три! Вы что, издеваетесь? Она специальная круглая, да? Классно у тебя работает. Отлично. Нажимайте в угол ее! Света нравится, да? Конечно. Все было круто. Особенно девочке. А что больше всего понравилось? Больше всего понравилось. Скажите, а что должно быть у настоящего казака? Усы, борода, папаха, шашка, конь. У меня конь там, при парковом стоит. Бля, бить казачьего, а что у нас есть? Да, можно. Ну, а если он не прав? Усы, борода не нужна? Молодой, наверное, не понимает сути. А в ней какая-то сила есть магическая? Магическая есть. Можно потрогать? Потрогаешь и окаменеешь. Нет, я тебе больше не доверюсь. А потому что меня опять обманешь. Спортной? Давай. Давай сюда! И что это значит все? Это если есть автограф, я хочу попросить у вас, что такое дорогое. Ну, что? Получилось, нет? У Зуба, у Дацука. А вот, кстати, такая музыка нравится. Нравится. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам раздвигаться. Они злые, казаки. Почему? Казаки злые? Ну, потому нас враги и боятся, потому в России порядок. Можешь тебя спросить? Да, конечно. Это подольская мода или что это? Да, подольская мода. Понимаешь? Связки порнули. Связки порнули. Связки порнули, ты имеешься в виду голос? Так болела, так переживала. У тебя все связки слетели вообще. И там, и тут. Ну что? Завела? Завела сегодня кого-нибудь? Нет. Почему? Не получилось сегодня. А вот покажешь в следующий раз что-нибудь интересненькое для зрителей? Заведешь их, и будет хорошее шоу. Стараюсь в третьем периоде. Я наверху. Какой матч смотрите? Слово, ну, автомотив. А что не подольский? Группа поддержки под моим руководством провела матч против стат. Мы проиграли. А мы победили. Спасибо, что были с нами. Мы были в Подольске. До встречи. В смысле? Ну все, финалочка. Давай финалочка. Николай Прохоркин. Да. Микрофон. Программа «Поехали». Мы в Подольске. Ты че как в дуть-то костишь под него? Микрофон. С этими шаблонами разговаривает. Я покраснил? Да. Закос был, был, да. Все, все, все.